Мы продолжаем подводить итоги, уже промежуточные, наверное, сегодняшнего дня. Поговорим с Натальей Поповой. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для вас, с вашей точки зрения, какие основные мысли и преимущества в ходе конференции вы подчеркнули? Ну, наверное, основное спасибо Магниту, потому что действительно второй год более открытая коммуникация с поставщиками. Мы понимаем, куда мы идем, что мы вместе делаем. Да, действительно, сейчас я вижу большой прогресс с точки зрения маркетинга, который вы делаете в сетках. Я понимаю стратегию с точки зрения supply chain, потому что были проблемы, и сейчас я вижу определенные улучшения, которые идут. Ну и, наверное, основное, действительно, Магнит стал идти в сторону консюмера. Вот это, наверное, для меня это ключевое. Многие подчеркивают то, что сегодня обсуждали вопросы логистические, в том числе. Вот в этой отрасли для вас какие основные моменты были интересны? Ну, вы знаете, у нас, скажем так, категория больше сухих продуктов, да, поэтому, наверное, там, с точки зрения, если брать пепси, молочку, да, у них гораздо было больше проблем. У нас в этом плане было меньше проблем, да. Плюс, ну, как бы, я знаю Марио Дэй достаточно много лет, да, и я уверена, что все, что Маша делает, ну, как бы, оно доводит до логического результата. Поэтому, молодцы, трансформация, и Маша, спасибо огромное за это. Ну и скажите, вот, с вашей точки зрения, как все-таки изменилось отношение, взаимоотношение с сетью? Вы знаете, сейчас это в режиме диалога, да, то есть в режиме открытого, в режиме, действительно, там, оцифрованности, в режиме того, что мы хотим делать все вместе с консюмером, да. Потому что до этого все равно, ну, скажем так, было немножечко каотично, да, то есть принимали решение, наверное, там, бежим в иннауты, бежим еще куда-то, да. Сейчас мы понимаем, что, да, действительно, стратегия выстраивается. Мы все вместе понимаем, что нам неинтересно дальше развивать, там, наращивать долю промо, что мы должны уходить именно, там, через карты лояльности, через что-то к нашему конечному потребителю и таргетированно его бить. Наталья, ну, и в конце пожелайте что-нибудь и своей компании, конечно же, и компании «Магнит». Ну, наверное, желаю процветания и нашей компании, и компании «Магнит», и очень надеюсь на то, что, там, в ближайшие годы-два, да, «Магнит» войдет в топ-20 ритейлеров мировых, да, поэтому мы вам это очень-очень желаем. Спасибо огромное, и ваши планы пусть реализуются и будут рентабельными проектами. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо.